Я приветствую всех, кто настроился на волну круглосуточного канала ПС. В эфире итоговая программа городские подробности и вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Все обвинения сняты. Следственный комитет России прекратил уголовное дело против Елены Кудряшовой. 21 декабря в Поморье прибывает икона с чудотворным образом Божией Матери, умягчение злых сердец. Святыни увидят в Северодвинске, Новодвинске и Архангельске. Архангельск получит более 270 миллионов рублей на расселение аварийных домов. Решение было принято на сессии областного собрания. В продолжение темы расселения аварийного жилфонда расскажем о строительстве в Майской горке. Скоро там появится новый социальный дом, возведение которого уже началось. Улучшить качество пассажирских перевозок в Архангельске перейти на автобусы большого класса и обслуживание по электронному проездному. Эти темы стали центральными на совещании в мэрии Архангельска. Голова Архангельска Игорь Годзиш провел прием населения в администрации города, а также встретился с горожанами и руководителями крупных предприятий во время рабочей поездки в Маймаксанский округ. На минувшей неделе Игорь Годзиш проверил работу муниципальных оперативных и спасательных служб города. Об этом через несколько минут. В начале выпуска о главной новости последних дней. Следственный комитет Российской Федерации вынес постановление о прекращении уголовного дела против Елены Кудряшовой, бывшего ректора Северного Арктического Федерального Университета. Напомню, оно было возбуждено 13 марта 2015 года по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Как следует из документов Следственного комитета, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Все обвинения с экс-ректора САФУ сняты. Прежде всего, я испытываю чувство огромной благодарности ко всем людям, кто меня в эти непростые месяцы, а их было 9, поддерживал, помогал. Это и моя семья, конечно, и мои друзья, коллектив Северного Арктического Федерального Университета, члены попечительского совета, члены наблюдательного совета. И те люди, с которыми много работали по разным направлениям и здесь, в регионе, и в сфере образования и науки. У нас справедливая правоохранительная система, объективная. У нас правильное, сильное государство. Ну и, наверное, в результате могу сказать, что готова дальше работать на любом участке во благо и нашей великой России, и нашей любимой Архангельской области. По многочисленным просьбам северян в Архангельскую епархию вновь доставят икону с чудотворным образом Божией Матери – умягчение злых сердец. Чудотворный образ уже трижды побывал в Архангельской области, тогда поклониться святыне смогли тысячи северян. Рассказать об иконе мы попросили митрополит, архангельского и холмогорского Даниила. Его первое знакомство с иконой произошло во время архиерейского служения на Дальнем Востоке. Дело в том, что я с этим образом впервые встретился, когда нес свое служение на Сахалине еще. И вот к нам эта икона прилетала, приезжала, и действительно вот в этом, в Киоте стоят такие два пенала, где находится вата. И в зависимости, наверное, от духовного необходимости народа икона начинает источать вот это мир. Знаете, когда я вот приехал сюда, то мне было очень страшно приступать к строительству кафедрального собора. Средств нету, все остановлено, у меня людей нету. И вот тогда привезли этот образ. И мы молились, вот занесли этот образ и молились вот прямо под небом, под чистым. Просили Божью Матерь, служили молебен. И собор стал подниматься. И вот то, что мы видим сейчас собор, это благословение Пресвятой Богородицы через ее вот этот образ. На самом деле это благословение неба. Если земля, как говорят в народе, если небо благословило, земля не удержит. Вот чтобы это благословение самой Царицы Небесной пребывало с нашим народом, с нашими жителями. Особенно вот это время, какое Божья Матерь нам дала. Это время поста. Пост — это некая сосредоточенность, некая духовная собранность, молитвенная собранность, покаянный настрой перед радостным событием Рождества Христова. И вот Божья Матерь к нам сегодня приходит, и нам хочется сказать словами Евангелия, «И откуда мне сие, да прииди, Мати Господа моего, ко мне». Я хотел бы, чтобы и наши северяне были открытыми, были целеустремленными и с чистыми помыслами приходили к Божьей Матери и просили о своих бедах и о своих нуждах, и делились даже своей радостью. Посмотреть на святыню можно будет в Ильинском кафедриальном соборе 21 декабря в 17 часов 30 минут и в течение всего дня во вторник 22 декабря. 23 декабря в среду с 8 утра она будет находиться в Никольском храме Северодвинска. 24 в четверг в Покровском храме Новодвинска. В пятницу 25 декабря с 8 часов 30 минут икону примет Церковь 12 апостолов в Холмогорах, а уже в 15 часов она будет доставлена в храм святителя Тихона в Архангельске. 26 декабря с пол восьмого утра храм святителя Мартина исповедника в Соломболе. А в 14 часов того же дня чудотворная святыня вновь вернется в Ильинский кафедральный собор и пробудет там до 27 декабря. На этой неделе состоялась последняя в этом году сессия регионального парламента. Вслед за принятием бюджета области на 2016 год областные депутаты обратились к главному финансовому документу региона нынешнего года. В него депутаты внесли ряд изменений одно из главных Архангельск получит дополнительные средства на расселение людей из ветхого и аварийного жилья по судебным решениям. Для Архангельска с его семью сотнями аварийных домов, в которых проживает более 15 тысяч человек, важны любые дополнительные средства на решение проблемы. Сегодня депутаты регионального собрания утвердили жизненно важное для областной столицы изменение в главный финансовый документ Поморья 2015 года. Архангельск получит более 272 миллионов рублей на исполнение судебных решений по расселению аварийных домов. Не было даже дискуссии выделять из областного бюджета, не выделять эти 270 миллионов рублей для исполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Чьё это полномочия? Города, муниципалитета или это областное? Вот это радует, что наступило согласие. И депутаты, исполнительная власть, законодательная и исполнительная однозначно сказали, что городу нужно помогать, потому что проблема сложнейшая. Поэтому 270 миллионов рублей это сумма, это четверть почти миллиарда рублей. Конечно, она поможет городу, а в конечном итоге получатели-то кто будут? Наши избиратели, наши горожане, наши архангелогородцы. Сегодня на исполнении в мэрии Поморской столицы находятся более двух тысяч судебных решений. Они обязывают муниципалитет расселить 95 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На это потребуется 3,9 миллиарда рублей или более 60% расходов городского бюджета, предусмотренных на 2016 год. Потому нынешнее вливание из областного бюджета крайне важно для города. Стало увеличиваться количество людей, попадающих в ту категорию, что есть решение суда, оно не выполняется. За эти последние годы, в силу того, что по разным причинам не выделяли, это количество увеличилось и увеличилось. И сегодня по Архангельску это проблема, я думаю, что номер один. И поэтому раз мы договорились, что должны уделять нашему областному центру, хоть и в какой-то мере обижали, что мы уходим от проблем, я думаю, что это только первый шаг к областному центру. Выделенные из областного бюджета средства помогут исполнить около 150 судебных решений, выплатив жителям аварийных домов компенсации за непригодное для проживания жилье. То, что это продвинет очередь, это однозначно. Но с другой стороны, нам хотелось бы и развернуть более масштабное строительство. Будем надеяться, что помощь, которая сегодня оказывается регионом, позволит нам начать строительство в следующем году еще и параллельных объемов и увеличить масштабы сдаваемого жилья. Выдавать людям не деньги, хотя, конечно, часть из них приветствует эту ситуацию, а именно давать жилье. Кроме того, в бюджете Архангельской области следующего 2016 года на расселение аварийного жилья запланировано направить более полутора миллиардов рублей. Большую часть этих денег получит и поморская столица. Это позволит возвести в городе более 25 тысяч квадратных метров жилья. Из 25 тысяч квадратных метров семь уже возводятся. Социальный дом, куда переедут горожане из аварийного жилфонда, появится в округе Майская горка. Проект совместно реализуют городские и региональные власти. Сегодня на участке рядом с Московским проспектом уже забиты сваи, работают строители, но совсем скоро здесь будут прогуливаться новоселы. Они переедут в шестиподъездный девятиэтажный дом. Квартиры здесь должны получить больше 200 семей Архангельска. Случится это к концу 2016 года, когда подрядчик планирует полностью завершить строительство многоэтажки. Пока же началась сборка секций первого подъезда новостройки. Заключены договора на монтаж тепла и электросетей, а также водопроводных коммуникаций. У нас выполнена работа в рамках первого контракта, который был подписан нами в августе месяце этого года. Завершены завивка свай по первым трем секциям. Также у нас сейчас прошел второй конкурс и здесь будет пристраиваться три подъезда дополнительно. По поручению губернатора региона Игоря Орлова, правительство области самостоятельно организовало конкурсы на строительство соцжилья, тем самым исключив вариант прихода на строительные объекты Архангельска недобросовестных подрядчиков. Все подрядчики у нас на 25 тысяч квадратных метров, они все архангельские. Ни одного подрядчика действительно нету, который бы пришел здесь, как мы говорим, заезжи. И в целом, конечно, мы вкладываем в строительную отрасль нашей Архангельской области миллиард рублей в строительство вот этих домов. Цена контракта на возведение этого дома более 240 миллионов рублей. Выглядеть новостройка будет так же, как и рядом стоящий дом на Московском проспекте. Также 6 подъездов, 9 этажей, кирпичное исполнение, однако строители планируют изменить стиль фасада, но заверяют. В архитектурный ансамбль этого района новостройка полностью впишется. Теперь главное, чтобы вписались в сроки строители, ход работы, их качество, областная и городская власть будут держать на ежедневном контроле. Мы говорим не просто о строительстве, мы говорим о создании готового к заселению объекта, чтобы были и выполнены объемы благоустройства, чтобы у нас, соответственно, детям было где прогуляться мамочкам, прокатать коляски. Будем надеяться, что они здесь будут. Для нас это тоже очень актуально. Ну и второй момент, что эта площадка не заканчивается этим домом. Есть продолжение этой истории. Будем надеяться, что и дальше пойдет застройка. Тем более район, в принципе, активно развивается. Всего в рамках реализации третьего этапа программы по переселению людей из аварийных домов в регионе планируется возвести почти 60 тысяч квадратных метров жилья. Половина социальных строек развернется в Архангельске. Это 481 новая квартира. Дома будут построены на Московском и Ленинградском проспектах. Социальная карта жителей Архангельской области. Такая в скором времени может появиться в Поморье, причем в электронном виде. Детали проекта обсуждались в мэрии Архангельска. Проект электронной социальной карты уже реализуется в нескольких субъектах страны, в том числе в Орловской области и Крыму. В нашем регионе полторы тысячи тестовых карт получили жители Северодвинска. Карта по внешнему виду не отличается от привычной банковской. При этом за потраченные средства будут начисляться не бонусы, а реальные деньги, которые можно будет потратить на оплату услуг ЖКХ, лекарства и продукты питания. Кроме того, социальная карта позволяет подключать до 78 различных приложений. Одно из них – это электронный проездной. Это карта школьника, которая позволяет и завтраки оплачивать, и доступ в школу организовать. Это могут быть просто пропуска в какие-то учреждения, это билеты в театры, в кино и так далее. Уже более трех лет в поморской столице действует социальная карта Архангелогородца. Ее могут получить горожане в возрасте от 65 лет и старше. И она дает право на получение скидок в более чем 30 различных организациях столицы Поморья. Электронная же социальная карта не только сохранит систему скидок, но и, среди прочего, позволит начислять на нее социальные субсидии и пособия. По предложению главы города Игоря Годзиша, для внедрения в Архангельские электронные социальные карты будет создана рабочая группа. Первоочередной ее задачей станет анализ проекта и его актуализация в интересах архангелогородцев. Та задача, которая сегодня стоит перед рабочей командой по запуску проекта, это как раз до конца января сформулировать все требования, которые сегодня есть, выяснить узкие места, тонкие места, по которым необходимо провести переговоры и с банковскими структурами, и с перевозчиками, и с представителями торговых сетей. То есть этот проект должен быть выверен и готов к запуску. Выдачу электронной социальной карты планируется сделать бесплатной. Расчеты по карте будут производиться по новой национальной платежной системе «Мир», участниками которой стали уже 35 российских банков. Ввести новые стандарты пассажирских перевозок и повысить качество работы общественного транспорта – такую задачу сегодня совместно выполняют областные и городские власти, взаимодействуя с перевозчиками по морю. Еще в феврале этого года между правительством области, мэрией Архангельска и Ассоциацией автотранспортных предприятий города было подписано трехстороннее соглашение. Суть его такова – вслед за повышением тарифов на проезд должно вырасти качество пассажирских перевозок. В частности, ожидался переход от пазов к вместительным низкопольным лиазам. Определенные моменты нами были предприняты. Так, допустим, мы рассматривали приобретение автобусов ПАЗ среднего класса 3204. Это современные, низкопольные, красивые автобусы, комфортные. С какой проблемой мы еще столкнулись сейчас? Ни остановки общественного транспорта, ни разворотные площадки, к сожалению, не готовы. Даже наши пазики, которые все называют сельским автобусом, затруднено движение. Затрудняют движение одним пазиком другие – нелегальные, которые выходят на городские маршруты, игнорируя заключение договора с мэрией. А значит, отнимают прибыль у добросовестных, в том числе муниципальных перевозчиков. Но благодаря изменениям в федеральном законодательстве ситуация на дорогах обещает поменяться в лучшую сторону. С нового года все перевозчики, все органы исполнительной власти, субъекта, все органы местного самоуправления обязаны работать уже по новому законодательству. Значит, что самое основное? Самое основное – это проведение конкурсных процедур при проведении, при организации транспортного обслуживания населения. Ужесточение конкурсных процедур и введение штрафных санкций позволит искоренить частников нелегалов, а значит, повысить безопасность на дорогах областного центра. Глава города Игорь Годзиш уверен, необходимы не только изменения сервиса для пассажиров, но и новый взгляд на логистику перевозок, чтобы автобусы большой вместимости, которые придут на смену пазам, могли с минимальными интервалами обслуживать максимальное количество горожан. Вопрос, наверное, все-таки надо ставить о некой совместной разработке программы действий по переходу на низкопольные автобусы, где, насколько я услышал, необходимо непосредственно участие мэрии в части, скажем, создания условий для перехода этой конечной остановки. Их обустройство, наверное, нужно будет посмотреть, потому что ряд из них я посетил, сам посмотрел. Коллеги, ну, конечно, никаких условий для водителей автотранспорта. Действительно, у нас такой фул проблем-то имеет место быть, которыми надо будет совместно заниматься. Подводя итоги совещания, Игорь Годзиш поручил создать специальную рабочую группу, которая будет тщательно прорабатывать реальный план действий по улучшению качества пассажирских перевозок в Архангельске. Кроме того, градоначальник распорядился временно приостановить проведение конкурсов по отбору организаций, осуществляющих перевозки на внутригородских маршрутах. В положение, регулирующее их проведение, необходимо внести изменения, обусловленные новым областным законом. Вопросы о работе автобуса в состоянии жилищно-коммунального хозяйства и многие другие темы поднимали архангелогородцы во время приема граждан, который провел глава Архангельска Игорь Годзиш. Большинство вопросов, с которыми архангелогородцы пришли на прием, касались улучшения жилищных условий. Однако интересовали горожан не только собственные квадратные метры, но и общегородские. Александр Николаевич пришел к главе Архангельска с предложением по изменению облика площади Ленина. Игорь Годзиш идею поддержал, добавив, реализовать ее можно не только на центральной площади, но и, например, на городской набережной. Там у нас очень много гуляющих. Я посмотрю, если сравнивать по количеству гуляющих людей, то на набережной это значительно более интересно. Сделать даже, может быть, уголки районов области в городе Архангельска со своими решениями мастеров. Такой был бы вариант. И людей поднимут. Да, город мастеров условно. Все обращения глава города проанализирует вместе с коллегами и наметит план дальнейшей работы. Зачат вполне логичные и интересные предложения для развития города Архангельска. Ну и, безусловно, вот эта обратная связь, которая приходит от людей, это дает возможность просто проанализировать свои планы на будущее. В том ли направлении сегодня мы двигаемся. Люди уже более предметно идут с теми проблемами, которые именно здесь, на территории Архангельска, сложились. Они сегодня ждут от нас конкретных действий. Что мы сможем сделать, чем мы сможем помочь. Встречаться с горожанами Игорь Годзиш планирует не только в администрации города, но и во время рабочих поездок по Архангельску. И как раз на минувшей неделе Игорь Годзиш с рабочей поездкой побывал в Маймаксанском округе. Репортаж Марии Воробьевой. Маймаксанский округ встретил Игоря Годзиша большими работами на транспортной и пешеходной переправе на остров Бревейник. В ней нуждаются около 6 тысяч живущих там островитян. Как доложил главе города подрядчик, переправа будет готова в течение недели. У нас в три шага. То есть первая часть это установка, второй шаг это вмораживание ее естественным путем. То есть она должна стать единым целым со льдом, тестирование и уже сдача в эксплуатацию. Перспективы развития округа в социально-культурной сфере Игорь Годзиш оценил, посетив культурный центр Маймакса. В этом году в актовом зале появились новый линолеум и электропроводка. А по соседству в центре дополнительного образования «Контакт» идет косметический ремонт здания. В следующем году для 400 воспитанников центра планируется установить скалодром и отремонтировать спортзал. Это многопрофильное, огромное наше образовательное учреждение. Работаем по восьми направлениям деятельности. То есть дети охвачены всеми сферами и спорт, и художественно-эстетическое направление, и военно-патриотическое, и социально-педагогическое. Работы много. В Маймаксе проживают 180 многодетных семей. Для тех, кто желает получить бесплатно землю для последующего строительства собственных домов, в районе поселка 26-го лесозавода на улице Карбасная зарезервировано 192 участка. Главное препятствие – аварийный мост через реку Долгая щель. На сегодняшний момент строительство практически не ведется, хотя около полтора десятка людей получено участком, но строительство не ведется из-за того, что много причин. Аварийный мост, сети не подведены, дорога, энергоснабжение, ну и вот самое главное – аварийный участок. Мост через реку Долгая щель является единственной дорожной инфраструктурой, соединяющей территорию частного сектора по улицам Кольцевая, Карбасная. Необходим железобетонный мост с металлическими прогонами. Две опоры и прогон. Если по проекту третья опора не понадобится, но здесь грузоподъемность должна быть приличная, не меньше 30 тонн. А проектов повторного применения у нас нет никаких? У нас есть проект подобный, на Малой Раде сделан, это на 29-й лесозавод. Игорь Годзиш поручил проработать включение данного объекта, а также ремонта дороги в областную программу развития инфраструктуры земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Еще один важный объект, на котором в ходе рабочей поездки побывал Игорь Годзиш – канализационно-насосная станция на 26-м лесозаводе. В течение длительного времени на подпоре стоят шесть девятиэтажных домов, подвалы которых затоплены канализационными стоками. Чтобы устранить проблему, необходимо прочистить канализационные сети и приложить аварийный участок в районе канализационно-насосной станции номер три. Мы посчитали, если проколом делать, то больше трех миллионов будет. Если у станции копать, там порядка двух с половиной. Определяться сейчас с подрядчиком, честно говоря, есть финансирование. Потому что нам своими силами никак не сделать. Игорь Годзиш поручил на следующей неделе представить ему смету и план проведения работ. Также глава города побывал на котельной поселка Экономия и водонасосной станции. Оба объекта имеют серьезные запасы по мощности, которые можно использовать при строительстве жилья. Конечная остановка поселка Экономия – еще одна проблемная зона Маймаксанского округа. Дело в том, что здесь, на улице Шмидта, вдоль обочины по шоссе постоянно паркуются большегрузные машины. Это не только вызывает недовольство жителей соседних домов, но и затрудняет движение маршруток и автобусов. Руководством погрузочно-разгрузочного района Экономия совместно с администрацией округа было принято решение обустроить автостоянку на прилегающей территории. Несколько было вариантов решения и остановились вот на том, на территории завода. Они уже ее обустроили, ну не то чтобы обустроили, но начали первый этап, они ее расчистили. Глава Архангельска поручил проработать вопрос по привлечению частного инвестора к обустройству автостоянки для большегрузного транспорта и создания для нее необходимой инфраструктуры. Также Игорь Годзиш побывал в морском торговом порте. Изначально порт строился для хозяйственного освоения Арктики. Сегодня эту задачу он выполняет на 70%. В порту есть возможность принимать суда длиной до 195 метров и грузоподъемностью до 25 тысяч тонн. Проблема нашего порта, то есть в небольшом углублении подходного канала, то есть сегодня на 9,2, нам достаточно выйти на осадку где-то 10,5. Тогда мы можем принимать суда 30-35 тысяч тонн. Этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить сегодняшние нужды Арктики. После осмотра территории порта, перспективы и проблемы Маймаксы Игорь Годзиш обсудил на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий округа. Ее итогом стало предложение о создании общественного совета при главе администрации округа, на котором будут обсуждаться совместные проекты по развитию территории и улучшению условий жизни маймаксанцев. Подводя итоги рабочей поездки, глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что у маймаксанского округа есть все возможности для развития. Мы сегодня много объектов посмотрели. Посмотрели объекты, которые сегодня ближе к культуре, объекты, которые являются производственными, транспортными объектами. И вывод на самом деле один – нужна помощь везде. Где-то нужна помощь просто на уровне взаимодействия, обмениваться информацией и какие-то небольшие, условно говоря, вопросы, возникающие в процессе деятельности, решать. Где-то вопросы, связанные с ремонтными работами, необходимо ускорить. Где-то, соответственно, то, что связано с жизнедеятельностью поселка, там надо принимать решения по, скажем, началу работы. Радует то, что сегодня здесь есть якорное производство. Мы сейчас находимся в порту экономия. Порт понимает свое развитие, знает, куда развиваться. И нам, на самом деле, нужно в чем-то помочь. Не самому, не скажем, не бизнесу даже помочь, а именно тем людям, которые сегодня здесь работают. На минувшей неделе глава Архангельска Игорь Годзиш проверил работу муниципальных, оперативных и спасательных служб города. Информационный отдел Департамента городского хозяйства. Диспетчер номер 5. Здравствуйте. Более сотни звонков в день на номер 004 принимают диспетчеры оперативно-информационного отдела Департамента городского хозяйства мэрии Архангельска. Большинство вопросов горожан, как правило, связано с работой управляющих компаний и ТСЖ. В ходе рабочей поездки глава города Игорь Годзиш проверил материально-техническое оснащение службы. В нашем отделе у диспетчера находятся три городских телефона плюс шесть каналов прямой связи с муниципальными предприятиями, с акционерными обществами, которые задействованы на быстром реагировании по устранению аварий в городском хозяйстве. Одной из таких экстренных служб является городской центр гражданской защиты. Все вопросы первичных мер пожарной безопасности, безопасности наводных объектов, вся кухня вращается здесь. В этой аудитории будущие спасатели проходят специальные курсы по гражданской обороне. В этом году обучение прошли полторы тысячи человек. На сегодняшний день в составе городской службы спасения 17 специалистов и 6 единиц техники. Кроме того, в центре есть возможность развернуть пункты временного размещения населения. На складах хранятся вещи первой необходимости – постельное белье, одеяло, сухие пайки, обогреватели. Все оборудование, необходимое для обеспечения безопасности людей, оно сегодня на объекте есть. Понятно, что сегодня есть задачи, на которые еще бы хотелось расширить функционал этого центра. И очень хорошо, что люди их понимают и люди стремятся получить новые возможности в части спасения людей. Я думаю, что со стороны администрации города необходимая помощь будет оказана. Но для меня важно то, что сегодня здесь есть очень хороший, слаженный коллектив, способный решать все необходимые для города задачи. Гармония или классика? Глава Архангельска встретился с коллективом детской школы искусств «Гармония». Обсуждали слияние двух ведущих музыкальных школ Архангельска в единую городскую под названием «Классика». За и против выслушала наша съемочная группа. Куда же мы теперь без гармонии? С таким, увы, нефилософским вопросом обратились сотрудники школы искусств «Гармония» главе Архангельска Игорю Годзишу. Всё дело в том, что образовательное учреждение было решено присоединить к музыкальной школе «Классика». Главная причина слияния – экономия бюджетных средств. Благодаря сокращению административного персонала появятся средства на повышение оплаты труда специалистам. Реорганизация вызвала у сотрудников «Гармонии» многочисленные вопросы. Наш коллектив сейчас присоединяют к школе «Классика». Это когда все люди против. Как мы будем работать, как мы будем жить с другим коллективом? У нас есть внутреннее сопротивление, протест. Понимаете? Это психологический дискомфорт. Как мы будем работать? Педагогический состав школ сокращать не собираются. Кроме того, появится 70 дополнительных бесплатных мест для юных архангелогородцев, которые хотят заниматься искусством. «Оптимизация, она неизбежна, потому что наступает то время, когда надо пояса затянуть потуже. И большая роскошь будет содержать на небольшие коллективы, где 38 педагогов в одной школе, 34 в другой, где 300 с небольшим учащихся в одной школе и 350 учащихся в другой». Укрупнение же только объединит все имеющиеся ресурсы, поскольку главная цель оптимизации – создать учреждение, в котором было бы комфортно как педагогам, так и воспитанникам. Это понимают сотрудники музыкальной школы «Классика». Они совсем не против реорганизации. Общее мнение своих коллег выразила директор этого учреждения Наталья Каминская. «Жизнь движется вперёд. Много чего в жизни видоизменяется. Нас не ликвидируют. И то, что никуда не девают ни одно учебное заведение, ни наше, ни ваше. И то, что делают нечто другое, которое не разрушит, извините, ни одну историю, ни другую». В итоге совместного диалога по предложению главы Архангельска Игоря Годиша было принято решение, которое устроило педагогов и родителей обеих школ искусств. «Есть чёткое понимание отторжения одним из коллективов, и педагогическим коллективам, и родительским коллективам этого решения. То есть сегодня решение, оно может быть правильное, может быть неправильное, но оно не принимается людьми. Соответственно, нужно с людьми поработать. Мы сегодня не говорим, что мы поставили точку в разговоре. Мы отменили до конца непроработанный документ. У меня позиция такая – искусство не должно страдать. Потому что под всеми историями с объединением, на самом деле, в конечном итоге лежат деньги. Если мы при этом что-то потеряем в нашем искусстве, нам потом за деньги это не купить. Поэтому моя позиция такая – всё-таки искусство, оно в этом случае первично». Уже на следующей неделе по поручению Игоря Годиша начнётся работа по созданию экспертной комиссии, в которую войдут педагоги школ «Гармония» и «Классика», а также специалисты в области культуры Архангельска. Совместными усилиями будет подготовлено заключение о целесообразности реорганизации. В Архангельске подвели итоги городского конкурса «Спортивный Олимп-2015». В мэрии областного центра чествовали лучших спортсменов, тренеров-преподавателей и ветеранов спорта, рассказывает Александра Липунова. Свою спортивную карьеру Марина Новыш начала в четыре года. Именно тогда девочка влюбилась в грибной с Лалом. В начале декабря ей исполнилось 12. Она уже кандидат в мастера спорта, победитель первенства России и одна из десяти лучших спортсменов уходящего года. «Спорт научил меня важным очень вещам – достигать цели, ставить эту цель. У меня много наград, но такой не было ещё». Даниил Акачонок вошёл в десятку победителей в номинации «Спортивная надежда года». Пол жизни, а если быть точнее шесть лет, Даниил посвятил шахматам. Кандидат в мастера спорта успешно представляет Архангельск на соревнованиях областного и федерального уровня. «Я чувствую гордость, что я надежда Архангельска и буду стараться дальше продвигаться по карьерному росту». Наградами в рамках городского конкурса «Спортивный Олимп-2015» удостоены не только молодые спортсмены, но и те, кто выводит их в мастера. Один из таких наставников – Владимир Костяев. 45 лет он работает в области физической культуры и спорта. Студенческая сборная команда по флорболу под руководством Владимира Андреевича неоднократно становилась чемпионом России и обладателем Кубка страны. «Всю жизнь стараемся делать для того, чтобы наш город, наша область была впереди по всем показателям. Поэтому мне очень приятно, что и моя какая-то маленькая доля работы с молодыми спортсменами, тем более со студентами, дала хороший результат». В Архангельске действует 9 муниципальных физкультурно-спортивных учреждений. По итогам 2015 года лучшей среди них стала детско-юношеская спортивная школа «Каскад». «Хочется в первую очередь поблагодарить за работу наш тренерский, преподавательский состав, административный состав нашей школы, но, естественно, наших спортсменов, учеников школы. Это для нас действительно большая победа, большой успех». Конкурс «Спортивный Олимп» проводится в рамках городской долгосрочной целевой программы «Физкультура, здоровье, спорт». Развитие спорта в столице Поморья – это один из приоритетов для городских властей. С каждым годом в Архангельске все больше открывается спортивных секций. В Архангельске развивается более 60 видов спорта. И, конечно же, муниципалитет вместе с Архангельской городской думой поддерживает строительство спортивных площадок, строительство стадионов. Сейчас мы с вами активно готовимся к даче норм ГТО. Это наше общее дело. И я думаю, что когда-нибудь на спортивный Олимп поднимутся новые спортсмены, новые ребята, новые тренеры-преподаватели. А ветераны, они всегда будут вместе с нами. На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами ровно на 7 дней. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова